Привет! На связи Квестикс, эксперт по детским играм и развлечениям. В сегодняшнем ролике мы собрали для вас 5 классных идей игры-конкурсов на день рождения, если вы проводите его самостоятельно дома или на улице. Для этих игр понадобится несложный реквизит, который уже или есть у вас дома, или продается в ближайшем супермаркете. Первая игра «Веревочное колесо». Для нее понадобится свободное пространство. Освободите в гостиной, можно задействовать часть коридора кухни. У меня вот такая грубая садово-строительная веревка. Вы можете взять бельевую, ну или вообще какая у вас есть. Отмеряем кусок. На 4 детей я отмерила примерно 8 метров и связываем два кончика, чтобы у нас получилось такое большущее кольцо. Задание будет такое. Дети должны, стоя на веревке, распределиться вдоль этого нашего колеса и продвинуться вперед, передавая веревку над собой и ступая на нее же, так, чтобы вся команда была внутри колеса. Если детей много, можно даже устроить соревнования. В такую игру спокойно можно поиграть на улице, на даче, в детском лагере, устроить соревнования между несколькими командами. Следующая классная, веселая и немножко мокрая игра называется «Попей водички». Для нее понадобится пластиковый стаканчик, веревочка и что-то через что можно эту веревочку перекинуть. На улице это может быть турник, ветка, дерево, а дома просто два человека могут на вытянутых руках держать палку от швабры. Организатор обвязывает веревочкой стаканчик так, чтобы оставалось три длинных-длинных веревочных хвостика. Перекидывает эти хвостики через верхнюю перекладину, наливает в стакан воду, а участник, держа за кончики веревки, должен будет подтянуть стакан, наклонить его так, чтобы попить воды. Это очень уморительно и смешно. Обязательно попробуйте не только с детьми, но и со взрослыми. Если у вас мало времени, некогда все придумывать и организовывать, то у Квестикса есть классные готовые квесты, вечеринки с видеоконкурсами и викторины для веселой компании детей или взрослых. Ссылку оставлю в описании. У вас все это займет очень мало времени на подготовку, будет легко и все готово, все уже придумано. Не нужно париться, что-то сочинять самому. Следующая игра называется коротко и ясно. Капуста. Это конкурс очень уморительный. Для него вам заранее нужно подготовить настолько большую кучу одежды, насколько найдете. Желательно, чтобы одежда была взрослая, свободная, чтобы не было сложных клепочек и застежечек и чтобы это были разные вещи, аксессуары, шарфы, шляпы, кофты, шорты, штаны, сланцы. Потому что задача игроков будет надеть на себя как можно больше одежды. Делаем две команды. От каждой команды выбирается человек, который будет капустой. Все остальные участники будут выбирать из кучи для него одежду и на него надевать. Но это еще не все. Нужно не только надеть на себя эту гору одежды, но в конце двое этих капустных участников еще и должны добежать до препятствия и вернуться обратно, не потеряв при этом ни одного предмета одежды. Язычковый футбол. В праздничном отделе купите вот такие дудочки с язычками, которые разворачиваются. И нам понадобится любой легкий шарик. Можно взять для пинг-понга, но у меня нет, поэтому я вот из сухого бассейна такой легонький, пластиковый беру. Еще нам понадобится стол, лучше квадратный, если нет, прямоугольный. И по нему, по краям встают участники. Участвовать в этом конкурсе могут от двух до десяти человек, чтобы стоять прямо вокруг стола. Разделите всех участников на команды, и их задача будет забить соперникам мячик так, чтобы он упал прямо в их сторону. Желательно не сбоку, а прямо в сторону соперника. Классная игра, для которой не понадобится вообще ничего, называется 1-2-хлоп. Здорово, что в нее чаще играют классно младшие участники, чем старшие. Но она потребует концентрации от всех, хотя все проходит очень динамично и весело. Правила такие. Все участники встают в круг и начинают по часовой стрелке от любого участника считать. 1, 2, 3, 1, 2, 3. И вот так ускоряемся, пока все четко не будут говорить свое число. Когда несколько кругов прошло без запинки, в достаточно хорошем темпе, мы заменяем число 3, любой участник останавливает игру, говорит стоп, и заменяет вот это число 3, например, на хлопок. И теперь все участники по порядку говорят 1, 2, 1, 2. Главное, чтобы никто не сбился и на 3 обязательно хлопал. Так делаем еще несколько кругов. И теперь какой-то другой участник снова может сказать стоп, остановить игру и заменить число 2, например, любым ха-ха. Вот так. И теперь будет 1, ха-ха, 1, ха-ха, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Вы точно здорово посмеетесь, обязательно будете запинаться. Но когда навостритесь и вам уже стало все легко, вы можете увеличить счет, например, до 5, либо пойти в обратном направлении. Это очень здорово. Помогает пошевелить мозгами и просто весело. Я думаю, что если собрать все игры и конкурсы, которые есть на нашем YouTube-канале, то можно провести день рождения длиной 3 недели беспрерывной. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, оставайтесь с нами и смотрите прикольные видео.